МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снежная осень. Атлантический циклон принес в Беларусь метель и порывистый ветер. Мы полностью готовы к зиме. Что по прогнозу? Первая жертва в Могилевской области утонул мужчина. Возьмите с собой спасательный жилет. Стоит ли рыбалка жизни? По воллам в Бобруйске прошли соревнования по инвоспорту. Я прихожу на тренировку, у меня уже ничего не болит. Сколько участников боролись за победу? А также современные угрозы, кредитная история и будьте здоровы. В стране отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация. Какие показатели? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Минск принял саммит ОДКБ. Организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности стран-участниц блока и евразийского региона в целом. Об этом на заседании заявил Александр Лукашенко. Сюда прибыли президенты России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Не приехал только премьер-министр Армении. Об этом сообщалось заранее. Ровно год назад в ходе сессии Совета коллективной безопасности в Ереване мы озвучили приоритетное направление председательства Беларуси. Как на внутреннем, так и на внешнем контуре. На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государственного ОДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечение безопасности и стабильности в зоне ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений. Сегодня можно констатировать, что цели, намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года, в целом достигнут. Главы государства общались в узком составе. Саммит завершает белорусское председательство в организации. Эти полномочия переходят Казахстану. На фоне системного кризиса международных отношений и многочисленных вызовов и угроз безопасности в зоне ответственности ОДКБ, Минск председательствовал под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». Тонкая опасность в Могилевской области утонул мужчина. Трагедия произошла в Быховском районе. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС обнаружили на поверхности озера Полынью. По словам друга погибшего, он пытался проверить прочность льда для рыбной ловли, но провалился под воду. Мужчина в это время находился в машине и не видел происходящего. Заметил пролом, когда пошел искать напарника. Спасатели извлекли на берег тела. Помните, отправляясь на зимнюю рыбалку, возьмите с собой спасательный жилет, непромокаемую теплую одежду и теплое питье. А также по возможности не ходите на зимнюю рыбалку в одиночку и предупредите близких о своих намерениях. И самое главное, никогда ни при каких обстоятельствах не отпускайте детей одних к водоему. По статистике о свод за январь-октябрь от утопления погибли свыше 300 человек, 19 – несовершеннолетние. Замело. Атлантический циклон принес в Беларусь мокрый снег и порыбистый ветер. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и аккуратными. Видимость местами приближается к нулевой. Коммунальные службы заблаговременно были готовы к похолоданию и обильным осадкам. Техника отремонтирована и уже приступила к работе. Мы полностью готовы к зиме. Вся техника предприятия у нас была переоборудована к зимнему периоду. Установлены пескоразбрасыватели, навесное оборудование. Была закуплена пескосоляная смесь. Ежедневно сотрудниками, даже круглосуточно сотрудниками ДЭП, мониторятся погодные условия, состояние уличной дорожной сетей. Сейчас у нас работает 7 единиц техники. Идет посыпка пескосоляной смесью, расчистка. Так что мы готовы. И будут созданы все безопасные условия для наших автолюбителей. С 1 декабря, напомним, смена шин на зимние станет обязательной мерой. Автовладельцам также следует сменить масло, проверить тормоза, систему отопления, аккумулятор и уровень антифриза. Не стоит забывать про безопасный стиль вождения. В пятницу синоптики обещают небольшие осадки. Уже с понедельника снег ожидается ежедневно. Военная учеба, платежные нововведения и дни релакса. Правительство определило график работы и отдыха в 2024. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительство планирует внести изменения в законодательство о кредитах. Одним из нововведений будет расширение источников формирования кредитной истории. Это позволит более точно определять платежеспособность физлиц. Также станет возможным установить запрет на предоставление долгового отчета в случае совершения мошенничества или подозрения в нем. В Беларуси отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация. Активно продолжается вакцинация. 20% населения уже привито, в планах не менее 40%. Однако в январе-феврале ожидается подъем заболеваемости гриппом. К сезону простуд готовы поликлиники и аптеки, оснащены всем необходимым. По-прежнему циркулирует омикрон, новых штаммов не выявлено. В 2023-м продажа стиральных машин за границу увеличилась в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Легковых автомобилей почти в 3, нефтепродуктов в 2. С 2020-го растет доля высокотехнологичной продукции в общем объеме. Всего экспорт товаров и услуг за прошедшие 9 месяцев без малого 105%. 150 человек принимают участие в сборах сил территориальной обороны Беларуси. Учеба продлится 2 дня. Цель – повысить уровень выучки офицеров по выполнению задач по предназначению, руководству подчиненными, а также дальнейшее обучение личного состава подразделений территориальных войск. Правительство определило график работы и отдыха в 2024-м. Постановление уже подписано. В следующем году перенос рабочих дней предусмотрен с 13 на 18 мая, а также с 8 на 16 ноября. Такие сдвиги обеспечат по 4 дня выходных подряд. К слову, лишние праздничные дни в следующие 12 месяцев выпадают на будни. Шаг вперед. В Бавруйске подписали соглашение о культурном сотрудничестве. Учреждения Беларуси и российские регионы в торжественной обстановке поставили свои подписи. На встрече присутствовали представители Смоленской и Башкортостана, а также Могилева, Бреста и Гродно. В планах плодотворное сотрудничество, обмен опытом и передача знаний. Для развития культурного сектора республики это очень важный и ответственный шаг. Наша сегодняшняя встреча и для того и происходит, чтобы поговорить на эту тему, посмотреть, какой спектр у нас коллективов, какие направления более перспективные, какие направления требуют поддержки. Мы должны выработать те подходы, которые будут потом применены на всех уровнях и во всех регионах и районах нашей республики. Также за круглым столом представители культурной диаспоры обсудили важные вопросы. Главной темой стали непрофессиональные любительские коллективы и повышение их профессионального уровня. Члены заседания проговорили основные проблемы и пути их решения, продемонстрировали, чем гордятся белорусские и российские земли. Без ограничений в Бобруйске прошло открытое первенство Могилевской области по плаванию имени заслуженного тренера Беларуси Геннадия Вишнякова. На водных дорожках состязались 47 юных спортсменов с нарушениями здоровья. О том, как это было, Елизавета Лепеева. Бобруйчанка Валерия Милащенко в воде как рыба. На первое занятие по плаванию пришла в 9 лет. Уже тогда тренер заметил – у девочки талант. И благодаря природной одаренности и упорному труду амбициозная пловчиха в свои 12 уже мастер спорта. Когда у меня что-то болит, я прихожу на тренировку, у меня уже ничего не болит. Типа плохое настроение, я тоже прихожу, все налаживается, вообще все прекрасно. Благодаря этому спорту я нашла много себе друзей. Я уже почти здесь всех знаю, со мной все дружат, я вообще душа компании. Дистанцию в 50 метров Валерия Кролем на животе преодолевает за 34 секунды, на спине за 42. В своей возрастной категории девочка лучшая. Всего в бассейне лесной 47 юных спортсменов, среди них 27 бобруйчан. Самому маленькому участнику 7 лет, старшему 15. На кону 12 комплектов медалей и дипломов. Для тех, кто финиширует первыми, приятный денежный приз. Мы объединительные сделали такие классы, как паралимпийское плавание среди нарушений зрения, паралимпийское плавание среди нарушений опорно-двигательного аппарата. И объединили это все со спортсменами, с нарушениями слуха и интеллекта. То есть не выделяем никого, распределили только по годам, чтобы детки получили именно по своим силам. Среди людей с ограниченными возможностями плавания наиболее приоритетный вид спорта. Заплывы закаляют характер, развивают физические качества и даже создают особую атмосферу. Поддержать покорителей воды собираются родные и близкие. Счастливые глаза каждого участника говорят сами за себя. Такое трепетное внимание – лучшая награда. Я всегда прихожу на соревнования брата, даже если какое-то важное событие у меня в жизни. Я пытаюсь пропускать его, приходить к нему поддержать. Снимаю, фотографирую для семьи. Бабруйк очень гордость пробирает. Она настолько умница, она настолько вылаживается, настолько старается. На всех соревнованиях стараемся быть с ней, потому что для нее это важно, так же, как и для нас. Конечно, интересно. Во-первых, волнительно. Все-таки внук выступает. Он давно занимается, его за три, наверное. Спасибо тренеру, конечно. Выступил, я думаю, неплохо. Мы его поддерживали как могли. По итогам состязаний бобруйчане забирают 27 медалей. У некоторых на груди блестят сразу две награды. И вполне вероятно, среди юных чемпионов есть те, чье имя спустя несколько лет будет звучать так же громко, как Игорь Бокий. Пример которого мотивирует всех белорусов. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Это все. События к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова